В свое время, я не буду его называть, вот мы в свое время, это было уже три года назад, провели вот такое исследование и показали, что вот наша отечественная профессия обладает вот такой профилактической активностью. Если его вот, были октябрь, ноябрь, декабрь, вот три месяца дети его принимали, и потом полгода они были защищены от респираторной эффективности. Это, я же говорю, это не наше ноу-хау, в общем-то, странный назвал, и Франция, и Финляндия пишут, но в мире, и в Финляндии. Я так понимаю, что детям периодично можно такой курс проводить? Если о периодике, говорите, два раза в час. Весна, осень, как правило. По три месяца давать? Нет, можно по месяцу давать, но трехмесячный курс, ну вот по нашим исследованиям, опять-таки, я говорю, это касается конкретного пропиотика. Вот более эффективен, чем, допустим, месячный курс. А вот, кстати, израильтяне пишут, вообще полгода надо давать. На сколько хватит полгода? На следующие полгода. Ну такое, полгода пьешь. Полгода пьешь, полгода здоровый зато. Лизонок у нас, добрый день. Добрый день, на новой филе есть тема, у меня ребенок, ему 5 лет. Мне интересует такой вопрос. Как можно сохранить иммунитет ребенка и какими средствами лучше всего укреплять? Стоит сбежать в аптеку или, возможно, на роде, чем-то можно укрепить? Ну, с моей точки зрения, аптечными средствами иммунитет вы не укрепите. Вот эти все иммунотропные препараты, о которых много говорят, много которые рекламируют, все это, с моей точки зрения, пустышка. Вот, для укрепления иммунитета ничего, к сожалению, никто не придумал. Вот, ну, для здорового человека, я имею в виду. А укрепление иммунитета – это здоровый образ жизни. То есть, правильное здоровое питание и закаливание, но без фанатизма. То есть, такое умеренное закаливание и больше ничего, я так считаю. Медикаментозных методов на сегодняшний день, укрепления иммунитета, ну, здоровому ребенку, на сегодняшний день не существует. А вы говорите закаливание, но без фанатизма. Без фанатизма – это как? А, без фанатизма. Ну, как? Прогулки на свежем воздухе – раз. Проветривание помещений – два. Влажная уборка помещений – три. И не кутать ребенка. Одевать только по сезону, потому что некоторые, вот что такое фанатизм, некоторые очень кутают, и ребенок потеет, и у него больше шансов заболеть. Вот, поэтому вот больше ничего. Ну, холодное обтирание сейчас, в общем-то, тоже рекомендуется, но не всем детям, потому что некоторые дети, ну, во-первых, для некоторых детей это стресс, а во-вторых, некоторые дети начинают болеть, поэтому это надо индивидуально подходить, вот если говорить о водных процедурах. А вот еще у меня дополнительный вопрос. Как вы относитесь к тому, чтобы в разденье зимний период выросить ребенка в бассейн? Если это будет, например, поставить через бассейн? А посещение бассейна, в общем-то, я считаю, что это нормально, если ребенок постепенно втягивается, там же определенная есть методика, как бы приучение организма ребенка к бассейну, к водным процедурам, поэтому если все это соблюдается, я считаю, что это нормально и здорово. Хорошо, спасибо вам. До свидания. Что касается закаливания, некоторые родители по методу Иванова закаливают детей, обливают холодной водой, ну, и сами, собственно, закаливают здесь. Ну, это экстремальный метод закаливания, я вам сразу скажу, вот, потому что дело в том, что особенно если говорить о детях. Вот холодная вода, вот по методу Иванова, потому что они обливаются холодной водой, было установлено, что холодная вода, вот такая, сильно холодная, вот моржевание, к примеру, не только не укрепляет иммунитет, а наоборот повышает чувствительность человека к бактериальным различным инфекциям, дописаны случаи заболеваний и смерти людей, вот моржей там всяких, вот, от бактериального сепсиса, поэтому надо очень осторожнее. Есть звонок у нас, добрый день. Алло, здравствуйте, меня зовут Ольга, я из Кима. Вы хотели спросить, погода началась такая, взлётная, дожди, я с ужасом жду, чтобы начнётся какая-нибудь здесь гриппа. Хотела спросить, ожидается ли это какие-то предпосылки, я не знаю, может, где-то штабы новые или старые, чего вообще бояться, а чего не стоит. Ну, вы знаете, если говорить о гриппе и о боязни. Ну, во-первых, в этом году большой сильной эпидемии или пандемии гриппа не будет. Ну, вот, по данным эпидемиологов наших, будет такой уровень заболеваемости средний, среднего подъёма, то есть заболеваемость будет. Это во-первых. Во-вторых, если говорить, опять-таки, о гриппе, самым надёжным способом профилактики является вакцинация. Поэтому в коммерческих вакцинальных центрах, потому что государство за бюджетные деньги не закупает вакцину против гриппа, в принципе, при желании можно привиться. Если говорить о штаммах, которые будут новые и которые будут старые. Значит, из старых штаммов будет вирус гриппа H1N1, который мы уже с вами знаем с 2009 года. Это вот этот свиной, или он ещё называется калифорнийский грипп, он, видите, циркулирует, у нас уже, получается, седьмой год у нас. То есть, это из старых. То есть, люди, которые переболели, либо имеют вакцинацию, некоторые люди вакцинированы против этого штамма, то, в принципе, есть большой шанс, что они не заболеют гриппом H1N1. Но дело в том, что, помимо этого, к нам идут ещё два относительно новых штамма вирусов гриппа. Это H3N2 Виктория и грипп B, тоже новый штамм, который у нас не циркулирует. Поэтому, в принципе, есть как бы шанс заболеть, потому что иммунитета у людей у нас против этих штаммов вируса гриппа, вот этих двух, я имею в виду, H3N2 и B, ещё нет. Поэтому, вот, а вакцину, кстати, которая вот в этом году предлагается, есть эти штаммы, внесены, то есть, в принципе, можно вот предупредить их с помощью вакцинации. То это ориентировочно, ну, а скажи, сколько это уже стоит? Я не знаю, в этом году, я могу сказать, по прошлому году это 200-400 гривен. Спасибо большое. А вот Вы ещё сказали, что в этом году, ну, как бы, вот, прям такой эпидемии не будет, ну, просто средняя заболеваемость. А почему так? Потому что стали люди вакцинироваться больше? Если говорить о нашей стране, то нет, вакцинироваться больше, к сожалению, не стали. При любом инфекционном заболевании есть временные пики высокого уровня заболеваемости и низкого. Ну, вот, если говорить о гриппе, это 4-5 лет. Вот мы как раз находимся в сезоне, ну, ещё такого пониженного уровня заболеваемости. Ну, вот, через пару лет, если будут эти законы эпидемиологии соблюдены, вот, в природе, то, в принципе, вот, через пару лет должен быть, ну, такой, значительный подъём заболеваемости. Ну, спасибо большое. Да, пожалуйста. Вы сказали, что приём, так называемых иммуностимуляторов, в общем-то, бесполезен, да? Абсолютно. Может быть, даже вреден. Даже вреден. Да, конечно. А чем вреден? Вмешиваться в иммунитет нельзя. Организм сам знает, что ему делать. А мы своим вмешательством иногда, в общем-то, приводим, ну, как бы, нарушение взаимоотношений между, вот, всякими разными иммунными нашими, вот, клетками, веществами. Их же очень много, этих всяких иммунотропных веществ. И вот, если мы с помощью вмешательства приводим к дисбалансу, то мы можем ещё вызвать и обратное. А может быть, витамины стоят какие-то продвинуть? Ну, на сегодняшний день есть исследования, которые показывают, что, в принципе, особого какого-то результата приём витаминов не дали. Я всегда думала, что приём витаминов, как минимум, витамины стоят. Ну, это было действительно вот одно время, вот, если вспомнить те за Соединённые Штаты Америки, там очень модно было, там почти все глотали витамины. Сейчас уже от этого отошли. Есть у нас звонок. Добрый день. Добрый день. А скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. По интернету, в принципе, достаточно много рекламируют отличных средств, которые якобы укрепляют иммунитет. Всякие там ромолампы, аромотерапии, там целевые лампы, вот эти вот пещеры и прочее, прочее. Хотела бы выяснить, они правда работают? Ну, я уже вот сегодня говорил об этом. Ну, вот если говорить об аромотерапии, там гидротерапии, там, может быть, спелеотерапии, которые вы вспомнили. Ну, это относится, в принципе, с моей точки зрения, к элементам закаливания. Поэтому тут я считаю, что никаких, в общем-то, вопросов нет. И, в принципе, ну, определённый эффект может быть. Что касается медикаментозных различных методов укрепления иммунитета, там, и так далее. На сегодняшний день считается, что, ну, недоказанных эффект, поэтому, ну, это ничего не даёт для профилактики. Поэтому здоровый образ жизни и закаливание, это основное, ну, если говорить о гриппе, ещё и вакцина-профилактика, вот, является, как бы, предупреждением этих заболеваний, которые зимой у нас повышаются. Пережить в зимний период. Да. Ещё раз повторите, пожалуйста. Я говорю, старые вещества, все методы, вот, продукты, напитки, соки, что поможет пережить в зимний период? Знаешь, что, вот, имбирь, там, хорошо, лимон, опять-таки, тот же чеснок. В принципе, это действительно реально? Это да. С моей точки зрения, это элементы закаливания. То есть, витаминизированное питание, а что такое витаминизированное питание? Это свежее, качественное питание. Поэтому, для укрепления иммунной системы и для повышения уровня сопротивляемости, это имеет большое значение. Поэтому, знаете, наши же деды были не глупые, поэтому, конечно, это вырабатывалось с веками, и я совершенно не отрицаю народных методов. Я понимаю. Хорошо, приступаю. Какие продукты, наркетки особенно рекомендованы в осенне-зимний период? Ну, в первую очередь, содержащие витамин С. Квашина, капуста и малина, да? Шиповник, да, черная смородина, вот, перекрученная, лимон, там, цитрус, хотя они сейчас безумно дорогие. Ну, я же говорю, тот же шиповник можно брать и использовать, или черную смородину. В принципе, витаминизированные напитки, в первую очередь, витамином С. Кстати, квашеная капуста, его очень много. Если шиповник пить, вот, допустим, каждый день вместо воды, не будут ли передозировки тем самым витамином С? Нет, не будет. Дело в том, что его там, в общем-то, ну, такое количество, что это просто ежедневная норма. Конечно, если пить литрами, это понятно, но никто же не будет его пить литрами. Поэтому стакан в день, настоя шиповника, это как раз та норма, которая необходима. А баня, сауна можно расценивать как профилактику против этих вирусных заболеваний, разных органов? Ну, это экстремальные методы, в общем-то. Как закаливание, это в другую сторону. Да, да, да. Это экстремальные методы. Ну, в принципе, опять-таки, если говорить о народных методах, да, вот, баня, вот, если взять Финляндию, там же баня очень популярная, или Россию тоже взять, там очень популярная баня. Так что, в принципе, наверное, элемент закаливания в этом есть. Но, опять-таки, без фанатизма и без экстрема. Еще скажите, Вы говорили, что вместе с гепатитом А вспышка сейчас менингокок, да? Ну, не вспышка, подъем заболеваний. Как им можно заразиться, что с этим делать? Ну, менингококковая инфекция, это воздушно-капельная инфекция. Поэтому заражение происходит через воздух. Но особенность этой инфекции такова, что нужен тесный контакт, близкий контакт. И источниками инфекции чаще всего при этой инфекции есть носители. Из 10 получившихся менингококок заболевает приблизительно один человек. А носители ходят среди нас, ездят в транспорте и так далее, и так далее. То есть там, где есть близкие контакты, чаще всего там и заражаются дети, люди, потому что взрослые инфекции тоже болеют. Вот близкий контакт. Уберечься от этой инфекции. Есть вакцина, кстати, она зарегистрирована, она существует, но она не будет в календарь, поэтому за определенную плату, в принципе, можно привиться против этой инфекции. И еще вот такой вопрос у меня. Премянница недавно болела ветрянка, по 17 лет. Я в жизни ветрянка не болела, была уверена, что заражусь. Но вроде как пронесло. Не повезло? Или взрослые не болеют? Нет, однозначно повезло. Дело в том, что есть такое понятие индекс контагиозности при любой инфекции, в том числе и при ветрянке. Ну вот индекс контагиозности при ветрянке где-то 90-95%. То есть вы вошли в те 5%, которые вас спасли от этой болезни. Ой, ну думаю, все. Если я в своем возрасте заражусь ветрянкой, то это, наверное, получится. Взрослые тяжелее болеют, чем дети. Поэтому вам просто повезло. Это значит, что в следующий раз опять мне повезет? Или я все-таки могу? Ну, как сказать, все под Богом ходим. Поэтому не знаю. Спасибо вам большое. Судя по всему, звонков нет. Возможно, есть что добавить. Может быть, мы что-то упустили, какую-то важную тему. Симний-зимний период, иммунитет, дети. Нет, ну я еще раз хочу сделать акцент на необходимости вакцинации. Дело в том, что надежней профилактики инфекции, чем вакцинации, никто еще в мире не придет. Мне очень нравится фраза, которую я прочитал на сайте Британского министерства здравоохранения. Там написано, что человечество...